Конечно же, и женщины, они рождают этих воинов, воспитывают, укрепляют. Они жены офицеров и солдат, и их тоже от всей души поздравляем. Хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети были настоящими мужчинами, как наши деды и прадеды, которые воевали, которых мы от всей души любим, чтим. Это наша святыня, наша гордость, наша радость. И еще, слава Богу, среди нас есть участники, герои, или дети войны, герои тыла, всех моих людей. Хотелось бы, чтобы наши дети, особенно юноши, были достойными продолжателями этого великого, славного дела защиты Родины, такими же героями. И девушки, их жены были тоже честными, целомудренными, верными, как это было во время Отечественной войны. В тылу никто не изменял своим воинам. Мы знаем, что во время Отечественной войны девушки до 30 лет, которые попали в плен Гитлеру, 98% были девицами. И врачи говорили Гитлеру, что надо оставить эту страну в покое, так как она целомудренная, поэтому Бог с ней, и мы ее не победим. Но Гитлер не послушался и проиграл. Хотелось бы, чтобы наша Родина была святая, как она никогда некогда была, святой. И еще разрешите напомнить, есть об одном празднике. Помимо Дня Защитника Отечества, редавно был День воинов-националиста, воинов-освободителя. Это очень важный праздник, и менее важный, чем День Защитника Отечества, так как мы живем под покровом Божьей, под покровом Божьей Матери и всех святых. И если мы не грешим, живем благочестиво, то Бог с нами, и мы никогда ни от кого не проиграем. Мы всех победим. Но мы еще, по всему прочему, призваны нести мир и добро во все народы, освобождать от всякого зла и видимого и невидимого все народы, чем мы занимались и во времена Святой Руси, и в синодальное время, и в советское время сейчас занимаемся. И поэтому наши воины должны защищать и освобождать свое Отечество от всякого зла. Мы должны нести мир во всем мире. Мы особый народ, Божий Богом избранный. Поэтому призываю всех жить в добре, в святости. А Церковь всегда молилась в тяжелые времена за победу, за Родину, за наших правителей. И поэтому, если будут такие времена, сейчас непростое время, я думаю, народ объединится в вере, благочестии, нравственности. И мы будем жить в мире и радости. Спасибо Господу.